О влиянии фиксированных звезд. Следующим по порядку у нас стоит подробное описание фиксированных звезд с точки зрения их особых влияний, рассматривая их наблюдающиеся свойства, мы будем истолковывать их в соответствии с природой планеты, в первую очередь, обратимся к тем звездам, которые входят в фигуры самого Зодиака. Звезды, расположенные в области головы Овна, обладают действием, которое подобно смешанному влиянию Марса и Сатурна, расположенные в области рта влияют, подобно Меркурию и умеренно выраженному Сатурну, те, которые находятся в области задних ног, подобно Марсу, а в области хвоста, Венере. Что касается Тельца, то звезды, расположенные вдоль прямой, перерезающей его туловище, имеют температуру, подобную Венере и отчасти подобную Сатурну, влияние звезд, составляющих Плеядам, подобно воздействию Луны и Юпитера, из звезд в области головы, одна из геат, светящаяся ярким красноватым огнем и называемая факелом, имеет ту же температуру, что и Марс, тогда как другие обладают температурой Сатурна или в среднем температурой Меркурия, а звезды на кончиках рогов, температурой Марса. Что касается звезд-близнецов, то те из них, которые расположены в области ног, по своим свойствам близки к Меркурию и, в меньшей степени, к Венере, яркие звезды в области бедер, близки к Сатурну, из двух ярких звезд, расположенных в головах, так, которая относится к первой из них, называется звездой Аполлона и имеет сходство с Меркурием, так, которая относится ко второй голове, называется звездой Геркулеса и имеет сходство с Марсом. Две звезды в области глаз рака оказывают то же влияние, что и Меркурий и, в меньшей степени, Марс. Звезды, составляющие клешни, влияние, подобное Сатурну и Меркурию. Похожее на облако скопление звезд в районе груди, известное как ясли, подобно Марсу и Луне. Две звезды по бокам, называемые ослами, подобны Марсу и Солнцу. Две звезды, расположенные в голове Льва, действуют подобным Сатурну образом и, в меньшей степени, подобно Марсу. Три в области горла, подобны Сатурну и, в меньшей степени, Меркурию. Яркая звезда в области сердца, которая называется Регул, подобно Марсу и Юпитеру. Звезды в задней части и яркая звезда на хвосте действуют, как Сатурн и Венера, звезды в районе бедер, как Венера и, в меньшей степени, Меркурий. Что касается Девы, то звезды, расположенные в области головы, а также звезда на конце южного крыла имеют близкое сходство с Меркурием и, в меньшей степени, с Марсом. Другие яркие звезды крыла и звезды на поясе подобны в своих проявлениях Меркурию и, отчасти, Венере. Крупная звезда в северном крыле, называемая Вендемиатор, действует так же, как Сатурн и Меркурий, так называемая Спим, как Венера и, в меньшей степени, Марс, звезды на кончиках пальцев ног и шлейфи, как Меркурий и, в меньшей степени, Марс. Из звезд, расположенных в клешнях Скорпиона, те из них, которые находятся на самых кончиках, имеют такое же влияние, как Юпитер и Меркурий, а те, которые находятся в средней их части, как Сатурны, в меньшей степени, Марс. Из звезд, составляющих тело Скорпиона, яркие звезды на лбу по своему влиянию подобны Марсу и, в некоторой степени, Сатурну, три звезды, расположенные на теле, средняя из которых является довольно яркой, имеет темно-желтый цвет и называется Антарисом, действуют, как Марс и, в какой-то степени, Юпитер. Звезды, находящиеся в сочленениях, действуют, как Сатурны, в некоторой степени, как Венера, звезды нажали, как Меркурий и Марс, а так называемое облакоподобное скопление, как Марс и Луна. Что касается Стрельца, звезды на конце его стрелы имеют такое же влияние, как Марс и Луна, звезды на луке и удерживающей его руке, как Юпитер и Марс, скопление звезд на лбу, как Солнце и Марс, звезды на плаще и спине, как Юпитер и, в меньшей степени, Меркурий, звезды на ногах, как Юпитер и Сатурн, звездный четырехугольник на хвосте, как Венера и, в меньшей степени, Сатурн. Звезды, расположенные в области рогов Козерога, обладают действием Венеры и, в некоторой степени, Марса, звезды на уровне рта, действием Сатурна и, в некоторой степени, Венеры, звезды на ногах и животе подобны Марсу и Меркурию, звезды на хвосте, Сатурну и Юпитеру. Звезды на плечах Водолея действуют подобно Сатурну и Меркурию, это же относится и к звездам, находящимся на левой руке и плаще, звезды на бедрах, подобно Меркурию и Сатурну, соответственно, в большей и меньшей степени, звезды на струе воды, Сатурну и, в некоторой степени, Юпитеру. Что касается рыб, то звезды в области головы южной рыбы обладают влиянием Меркурия и, в какой-то мере, Сатурна, звезды на теле, влиянием Юпитера и Меркурия, звезды на хвосте и южной части связки, влиянием Сатурна и, в некоторой степени, Меркурия. Что касается северной рыбы, то звезды на ее теле и хребте действуют подобно Юпитеру и, в некоторой степени, Венере, звезды в северной части связки, подобно Сатурну и Юпитеру, а яркая звезда на соединении, подобно Марсу и, частично, Меркурию. Из созвездий, расположенных к северу от Зодиака, яркие звезды Малой Медведицы обладают тем же качеством, что и Сатурны, в меньшей степени, Венера, Большой Медведицы, качеством Марса, скопление звезд Волос и Вероники, находящиеся чуть ниже хвоста Большой Медведицы, обладают качествами Луны и Венеры, яркие звезды Дракона, качествами Сатурна, Марса и Юпитера, такие же по яркости звезды Цефея, обладают качествами Сатурна и Юпитера, звезды Волопаса, качествами Меркурия и Сатурна, яркая темно-желтая звезда, подобная Юпитеру и Марсу, называется Арктур, звезда в северной короне, подобно Венере и Меркурию, звезды Геникулятора, подобно Меркурию, звезды Лиры, подобно Венере и Меркурию, то же самое можно сказать и о звездах, входящих в созвездие Лебедя. Звезды Кассиопии оказывают такое же влияние, как Сатурн и Венера, звезды Персея, как Юпитер и Сатурн, скопление звезд в рукоятке его меча, как Марс и Меркурий, яркие звезды Возничего, как Марс и Меркурий, звезды Змееносца, как Сатурны, в некоторой степени, Венера, звезды, расположенные в самой змее, подобны Сатурну и Марсу, звезды Стрелы, Марсу и, в некоторой степени, Венере, звезды Орла, Марсу и Юпитеру, звезды Дельфина, Сатурну и Марсу, яркие звезды в Пегасе, подобны Марсу и Меркурию, в Андромеде, Венере, а в треугольнике, Меркурию. В группе созвездий, расположенных к югу от Зодиака, яркая звезда в области рта Рыбы Южной обладает влиянием Венеры и Меркурия, яркие звезды Кита, влиянием Сатурна, звезды на плечах Ориона сходны с Марсом и Меркурием, а другие яркие звезды этого же созвездия, с Юпитером и Сатурном, Среди звезд Иридана последняя яркая звезда имеет влияние, подобное Юпитеру, а другие, подобные Сатурну, звезда в Зайце, подобно Сатурну и Меркурию, звезды в созвездии Псов, Венере, большая звезда в области Пасти, Юпитеру и, в меньшей степени, Марсу, а яркая звезда Процион, подобно Меркурию и, в меньшей степени, Марсу. Яркие звезды Гидры воздействуют, как Сатурн и Венера, звезды Чаши, как Венера и, в меньшей степени, как Меркурий, звезды созвездия Ворон, как Марс и Сатурн, яркие звезды корабля Арго, как Сатурн и Юпитер, звезды, относящиеся к Торсу Кентавра, как Венера и Меркурий, а звезды, принадлежащие лошадиной части его тела, как Венера и Юпитер. яркие звезды созвездия Волка подобны Сатурну и, в меньшей степени, Марсу, те, которые находятся в созвездии Жертвенник, подобны Венере и, в меньшей степени, Меркурию, яркие звезды Южной Короны подобны Сатурну и Меркурию. Таким образом, мы представили результаты наблюдений за влиянием звезд, проведенных нашими предшественниками.